Вместо того, чтобы сидеть перед телевизором и побеждать персонажей компьютерных игр, эти ребята решили провести каникулы на Черном море с пользой. 80 школьников из Москвы и Московской области приехали в Севастополь в рамках проекта «Вахта памяти», посвященного 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В течение недели мальчишки и девчонки изучат историю Севастополя, посидят в музее и поучаствуют в раскопках. Подрастающему поколению рассказать о том, что Крым и Севастополь – это истинно российские территории. И за 23 года, в общем-то говоря, вынужденной отсутствия в составе Российской Федерации, все равно эта земля полита обильная кровью русских солдат и ребята, чтобы знали свою историю. На территории батареи ребята собирали мусор, рубили сорняки, подметали пешеходные дорожки. Я помогаю обществу и городу. Мне нравится работать и помогать людям. Мне очень здесь нравится. И в 35-й батарее очень интересно. Я тут приехала, я хочу тут помогать. Мне тут очень нравится. Мне хочется всем помогать. Пока одна группа обеспечивает уборку, другая группа из ребят постарше участвует в поисковых работах. Раскопки будут проводиться в нескольких местах на батарее, пока люди заняты благоустройством территории. Вот в одном из мест, вот мы видим, раскопки уже начинаются, расчищается шурф, ранее там велись работы. Попадался всегда какой-то материал, связанный с войной. И надеемся, что сегодня тоже так же мы что-нибудь найдем. И мальчишкам повезло. Ребята нашли гильзы. По словам организаторов, участие в работе поисковых отрядов помогает воспитать ребят дух патриотизма. В программе школьников также ждут развлекательные мероприятия. Мэри Бадунс, Павел Красиков, Севом Форумбюро.